Я Лариса Гузеева Александр увел жену у соседа сверху. Она, в свою очередь, изменила ему с соседом снизу. Александр не обратит внимания на курящую, склонную к полноте девушку с татуировками на видных местах. Для себя, допустим, я с собой рядом не вижу. Это основное, это львы, скорпионы. Ну, по поводу остальных знаков, я думаю, астрологи должны в этом мне помочь разобраться. Его будущее супруга должна быть ухоженной, уравновешенной красавицей, которая не обременена постоянной работой и легка на подъем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дочь Наташа и подруга Валентина. Все правильно. Саша, во-первых, я вам очень благодарна за то, что вы вот такой откровенный человек и пришли, не стали нас здесь вводить в заблуждение. Кто не сталкивался с проблемой алкоголизма, тот вас не поймет. То есть, это сегодня тема ровно моя, не Розина и не Тамарина. Интересно. Вот. Скажите, пожалуйста, когда поняли, что проблема? Когда попал первый раз к доктору, то есть, когда возникла жизненная ситуация, что было поставлено условие последней моей супруги, да, третьей, что я... Нет, а вот сами, например, вот я, например, поняла, вот как только захотелось похмелиться утром, все, понимаешь, что проблема? Да, понимаете, когда человек начинает похмеляться сам по себе, он не осознает, что он алкоголик. То есть, когда тут уже профессионал, психотерапевт, врач-нарколог, да, он тебе дает понять, что... А зашивались или что? Да, кодировался неоднократно, кодировался... Не кодировался, зашиваться разные вещи? Нет, зашиваться не зашивался, нет. Он алкоголик? Я не понимаю. Я не боюсь, например. Я знаю, как с этим бороться. В моей жизни такое уже было, ты знаешь. А самый большой промежуток между запоями какой у вас? И сколько запоями? Между запоями и по времени? По времени, естественно. Нет, я не пил... Цикличность какая? Я не пил самое большое время, 4 года, когда я был кодированный. А когда... Когда не кодированный? Да. По полгода не пил. Вы как у Довлатова, он говорит, пил каждый день, иногда уходил с запоями. Нет, я по полгода не пил и... А потом срывались? А потом срывались, да, работа, нервная. И вот тогда сколько вы выпадали из жизни? На сколько времени? Ну, могу на 2 недели. А потом сами выходили или товарищи помогали, родственники вызывали врачей? В большинстве случаев, как бы, да, близкие. Помогали, близкие, сам не мог. Большое дело девочке, если он уже это озвучил... Он сам понимает, да, что... Да, что он озвучил, это... Значит, это проблемой уже является для него. Ну, можно, я не могу, как бы, сказать, что это плюс, но это хороший знак. Про любовь давайте, вот про своих жен. По пьянке все закручивалось, без большой любви? Нет. Я женился в 19 лет. Дочка от первой жены? Дочка от первой жены, да. То есть, как бы, осознанно женился. А почему развелись? Жена нашла себе другого, соответственно, просто ушла. Для жены была проблема для первой? Конечно. А-а-а. Ну, человек уходит на работу в понедельник, приходит вечером пьяный, да? То есть, в выходные выпивки, субботу, воскресенье. Ну, ясно, и она нашла себе того, который не будет пьянника. Ну, кто, наверное, не пьет, с кем, наверное, будет интереснее. Меня, знаешь, что тревожит? Опущенные плечи. Он... Как будто тяжело ему еще. Жена ушла, возникает, как бы, дискомфорт, начал выпивать, встретил, как бы, женщину, соседку, образно говоря, из дома. Решили пожить вместе. Ну, опять же, когда... А ее муж бывший был ваш собутыльник тоже, да? Я официально женат два раза. Один раз я жил просто с женщиной. Вот, чтобы сейчас у наших зрителей не встали мозги... Перейдем сразу к третьей жене. Не так. А как? Вот просто не путайте. Говорите, вот просто самое, ну, самое главное. Вот вторая жена там, официально-неофициально, женщина, с которой вы долго жили, она была к тому времени женой вашего собутыльника. То есть была компания, правильно? Да. Муж однажды ее выпил много, его отправили к себе... Спать. Спать, а вы остались... А мы остались наедине. Ну, и, в общем, по пьянке, называется, закрутилось. И по пьянке закрутилось, да. Надолго? В общей сложности? На 20 с лишним лет. Детей не родили? Почему? У меня третий сын. Как третий сын? От нее. А вот первая дочка, вторая. Ну, вы же вторую не слушаете. У меня была вторая женщина, от которой есть второй ребенок. С которой я не был официально женат. От которой я ушел там, прожил с ней 4 года. А ушли тоже по причине того, что... По причине, что она меня не устраивала. Чем? Не любил. Он очень симпатичный. Ну, должность у нее, конечно, хорошая, поэтому он должен соответствовать. Ты знаешь, что для меня должность вместо десятого занимает. Третий год у вас на 20 лет. Третий, да, любовь. Родился сын? Родился. Ну, мы три года прожили, как бы, не расписываясь. Потом родился сын. Вы выпивали? Я закодировался, то есть, когда она сказала, что... По-другому никак? Не будем, да. По-другому никак. А она сама-то к рюмочке была равнодушна, нет? Поначалу в легкой форме. Потом со временем, то есть, когда я закодировался, я... Стали замечать, что что-то как-то она не в легкой уже, да, на вашем фоне абсолютно не пьющего человека? Ну, и я углубился немножко в себя, начал заниматься эзотерикой. Человек меня не понимал. Были какие-то такие внутренние скандалы, да. То есть, выпивала. Потом жизнь сложилась так, что появились близкие родственники. Ее? Нет, мои. Ага. В Саратовской области приехали, но они у меня работали. Ну, как бы, приходишь домой, да, у тебя пьянка, один спит, второй спит. Ну, и в один прекрасный момент, там, да, по истечении четырех лет, когда я не пил, ну, просто не выдержал, прихожу. Дома стоят две бутылки пива на столе, где одну, вторую. Ну, и постепенно опять начал входить в этот режим алкоголя. Ну, потом стали выпивать вместе. А потом она ушла к соседу снизу. А потом произошла такая ситуация, что близкие, как бы, друзья, да, рассказали жене, что я изменяю. Была правда в их словах? Была правда, да. Ага. В этот момент, да, отомстила, изменив мне с соседом. Расоптать можно в одну минуту. А вот помочь, безусловная любовь и все такое, оно, конечно, существует в этом мире. Я в это верю. Думаю, что если что-то такое. Не только тело, но и душу. Это была последняя вот такая, да, длительная история? Нет, ну, просто я где-то примерно меньше, ну, чуть больше полгода как расстался с последней женой на фоне, опять же, алкоголя. Вашего? Ее? Ну, по большей степени ее. То есть я все-таки в последнее время старался как-то сдерживаться, да, потому что работа, есть работа. А вы кем работаете-то? У меня вот написано «генеральный директор», я не очень понимаю, как это вот вы успеваете директором и вот с этим… Ну, я коммерческий директор. На работу надо сказать. Да, вот у меня есть генеральный директор, да, дочка моя. А это вы его контролируете, да? Она меня контролирует. Я хочу сказать, что создалось впечатление, наверное, что он там прям пьет. Значит, послушайте, у нас никакого впечатления не может создаться, абсолютно. Поэтому неделки выпадут. Просто он просто спрашивает, как он ходит по работе. Да, 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 мне вот интерес, как он на работу-то ездит. Он, на самом деле, он постоянно на работе, и он не прям вот такими долгими запоями, да, он немножечко там неделю, так сказать, да, попьет. В процессе немножко контролирует. Мы его оттуда вытягиваем. Он трудолюбил, он постоянно на работе, поэтому… Да знаю я, как я немножечко. У меня родители алкогольки и подорожили. А вы какой в алкогольном опьянении? Агрессивный или наоборот? Нет, я нормальный, спокойный человек меня не тянет на подвиги, абсолютно. Я все начинала себя раздавать. Тихо, тихо, мирно пошел. Все, абсолютно раздавать, всех в дом приводить. Всех любила, всем все просто вот все раздаривала, все деньги отдавала, уходила. Вот я прямо вот себя готова была вывернуть наизнанку. Нет, деньги можно подавать. Ну, слушай, интересно вообще, человек такой, поднял бизнес при всем, при том, что он отдает себе отчет, что он, да, выпивает. Вот я вам честно скажу, Александр, я сегодня не на вашей стороне, я всех буду отговаривать. Я такую, вот такое детство, такую молодость провела, что, господи, не дай бог, до сих пор живу с этими комплексами. Вот вы пьете, пейте и не мешайте другим жить. А вам еще здоровых давай. Вот я вам такую же, давайте найду, вот она тоже будет честно говорить. Ну да, пью и так далее. Вот и живите местенько, никому не мешайте. Александр, а вы хотите с этим недугом справиться? Или вас устраивает? Я с этим недугом справляюсь, как бы, да, вполне нормально. А что должно произойти, чтобы вы сказали, раз и навсегда себе? Все. В этой жизни нет такого кайфа, который бы я не испытала. Смерть только, если он будет вот на смертном адре и перед богом, говорят, вот если разреши еще жить, тогда это, тогда еще поверю, а так нет. Если он выберет меня, и у нас все получится, то вот этот момент, когда он выпивает, я вытесню просто с собой. У него на это времени не будет, понимаешь? Ну посмотри на меня и сравни меня и рюмку, да? Ну только если это очертание. Ишь, сам алкоголик, и дайте ему здоровое. Почему алкоголик? А кто он? А почему вы говорите, что алкоголик? Нет, совершенно нет. Я нападаю, я не права нападать. Валентина, Александр, алкоголик. Когда человек не пил 4 года, он понимает, осознает. Он сам алкоголик, который не пьет 4 года. Вы ходили 12 шагов анонимно, ну вот это все то, что проходили. Нет. Не ходили, да, вот там просто сбор алкоголиков, которые говорят, здравствуйте, я алкоголик, меня зовут Витя. Я не пью 12 лет, но он алкоголик, понимаете, который не пьет 12 лет. Надо признать, есть астигматизм у людей, есть порог сердца, алкоголизм такая же болезнь. Только не кричи, не повышай сейчас голос, да это страшно. Но в определенный момент вы можете сказать, нет такого кайфа, который не испытывал. Я потерялась за алкоголь, вот это, вот это. Вот вы же сейчас в здравом уме, в твердой памяти, вы же делаете, вы же понимаете, вот о чем Роза хочет сказать. Есть жизнь одна, когда вы не пьете, и жизнь другая, когда вы пьете. Все в ваших руках. Это как наркоманы, которые говорят, я болен, ты должна меня пожалеть. Нет, это просто кайф. А в кайфе легче, этим людям нравится кайф, понимаешь, а другим не нравится их жалеть и вытаскивать оттуда. Поэтому вы сейчас нам говорите, либо вы просто завязали, сказали, слушай, мне полтинник, не знаю еще сколько проживу, пить больше не буду, не хочу, потому что мало не умею, а много это смерть. Что здесь тяжелого? Да. Ну ради женщины. Да, то есть я... Не ради женщины, ради себя. Он ради детей это не бросил, ради женщины и любимых не бросил. Только ради себя. Вот он тебе говорит, я не животное. Он столько лет пил, да, потому что вторая жена, вот 20 лет, сколько она тоже пила. Нет, не поэтому, мы пьем не потому, что вторая жена, и нам кто-то испортил страницу. Но чаще всего начинала она, а он подключался. И что теперь? Нет, не так. У всех по-разному. Насаша, вы дочка алкоголика. Я дочка была и матери, и отца алкоголиков. Это, понимаете, почему я не пью? Потому что я боюсь. Да, да. Хотя, в принципе, я могу пить, могу не пить, я не стану алкоголиком никогда. Но эта жуть у меня сидит внутри. Правильно. Именно дети пить нельзя. Поэтому и вы должны быть, на моей по сути, я понимаю, это ваш папа. Но почему должны другие страдать? Вы почему должны страдать? Александр, послушайте, вы не должны быть в этом вопросе адвокатом отца. Вы должны быть обвинителем. Павастро надо держать с ним постоянно. Ну да. Не провоцировать с ним. Ну ты у нас такая упертая, что ты попадешь. Я упертая, да. Она не расслабится. Ему будет низко, ты думай всегда. Это как с ребенком. Как только он найдет лазейку, где ему хорошо, любое наказание бессмысленно. Бабушка пожалеет, дедушка пожалеет. Все должны занять одинаковую позицию. Мы сейчас занимаем одинаковую позицию. Александр, я вообще вам имею право говорить все что угодно. Потому что я и зашивалась. Это была моя проблема. Все, не надо. Нисколько, вообще никогда. Вы уже все свое выпили. Поэтому сейчас женщина, которая придет, я согласна, она должна быть здоровой. У нее не должно быть этого порока. Но и вы должны ее убедить, почему она должна с вами связать свою единственную прекрасную жизнь. Хорошо? Все. А теперь поговорим о достоинствах. Расскажите, что в Александре такого прекрасного, почему нужно сделать выбор в его пользу? У нас неблаготворительная организация. Помоги падшему. Помоги валяющемуся, понимаете? У нас лучшие из лучших должны находить пары. Рассказывайте. Заметила дочка, какая интересная, да? Мне нравятся брюнетки вообще. И глаза. Ну, она похожа очень на папу. Работящий? Да. Деньги зарабатывает, то есть может с умом распорядиться. Обеспечивает всех своих детей, даже там второго, третьего. Что значит даже? Спортом занимаетесь, вот когда не выпиваете? Фитнес. Фитнесом занимаетесь? Курите? Нет, лет семь. Молодец. Роза? Чего, Роза, ничего, не буду советовать. Вот пускай так уже алкоголичку себе берет. Вот так. Спасибо. Пожалуйста. Пить надо было меньше. Ну, конечно. Я хочу сказать девочке, как косметолог профессиональный, у него достаточно лицо еще сохранившее свой облик, поэтому выглядит он неплохо для своих 46 лет. А по звездам какая судьба ждет Александра? Завяжет с этим или таки и сдохнет под мостом где-нибудь с бомжами? Александра, вы телец типичный и Солнце с Сатурном, поэтому с одной стороны вы человек, который умеет себя сдержать, а с другой стороны луна в рыбах и она, в общем-то, битая очень сильно и желаниями, которые вы проявляете. И, ну, скажем так, когда начинается загул, то очень трудно удержаться. А если тебе Роза скажет? Вот не стоит, Ренак тебе за него. Ну, он, понимаешь, он мне понравился даже не внешне, вот что-то вот внутреннее какая-то вот, что-то вот внутри, какой-то стержень вот меня как бы привлек, понимаешь, и тут даже не во внешности дело. У меня возник вопрос. Я как астролог это понимаю, но я бы хотела от вас услышать. Вы сказали, только не скорпионы и не львы. Почему? Что они вам такого серьезного сделали? Меня просто жизнь сталкивала с этими женщинами, и я для себя как бы понял, что они не для меня. Потому что в доме брака у вас скорпион, и вас тянет к женщинам такого плана. Со скорпионом всегда будет разводной брак, вот. Поэтому попытайтесь найти себе женщину сильную, может быть, как скорпион, но здесь что вам подойдет? Вот. Смотрите, дева будет очень трезво держать в руках. Рак может в своих маленьких кулачках держать семью так, как ему удобно. Ну и, наверное, я не знаю насчет стрельца, как вы. Рыбы, понимаете, они все-таки жертвенные. Не каждая рыба способна взять за глотку, вот. А у вас луна в рыбах, вы человек добрый и щедрый, вот. Иногда, правда, бывает, зажметесь и жадничаете. Но вообще, конечно, готовы. Когда наводки не хватает? Да, готовы. Законтистировая невесты. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Меня Ринат. Очень симпатично выглядишь. Спасибо. Рината, 39 лет. По образованию юрист. Работает мастером ногтевого сервиса. Предупреждает, что когда она злится, бытовая техника в доме выходит из строя. Рината не один год боролась с алкоголизмом мужа, но когда, наконец, стала счастливой в браке, ее семейная жизнь разрушила роковая случайность. Уверена, что вместе с Александром они свернут горы. Привет, девчонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я сначала подарки подарю, если позволите? Да. Боже, неужели ландыши? Да. Обожаю. Это цветы ручной работы. Делала их моя мама. Ландыши. Она профессионал своего дела. Спасибо огромное. Просто... Ну, это невозможно. У нас просто творческая семья. Я уже вижу. Красиво очень подарки девочка сделала. Вы прям модель? Молодец. Да, такое прям. Единственное, это, конечно, мамины ручки, да? Ринаточка, вы по образованию юрист? Да. А работаете мастером? Мастером маникюрного сервиса, да. Вы знали, что вы ходите замуж за алкоголика? Он не был алкоголиком тогда. Он получился как? Мы, наше знакомство, очень интересным образом состоялось. Меня укусила собака, у меня два с половиной месяца, потом болела нога. Сначала он был мне обязан, вроде как виноват, что не доглядел за овчаркой. Мы простречались год, я вышла замуж, причем я вышла замуж в 17 лет. Через два года родился ребенок. Он работал водителем фуры по Москве. Когда родился ребенок, соответственно, нужно было и финансов больше, да, трат больше, то есть и так далее. Он перешел на междугородние перевозки. И вот как раз там парень молодой, в таких кругах не общался. Приехал на стоянку, машину поставил, тут же его облепили такие уже прожженные, да, мужчины, скажем так. Ой, пойдем выпьем, пойдем выпьем. Раз он приехал, я почувствовала запах, я ничего не сказала. Второй раз он приехал с командировки, я почувствовала запах, промолчала. Когда это произошло в третий раз подряд, вот тут я уже начала бить тревогой, потому что я стала понимать, что если ничего не делать, человек просто уйдет. А почему он на нее не сможет? Может быть, боится? Вообще стесняется? Или ему хватило мгновения, чтобы понять, что неинтересно она ему, или что? Что вы предприняли? Когда у него ломалась машина, я предлагала свою помощь и шла с ним на стоянку, где он занимался ремонтом. Я вроде как моральную поддержку оказываю, но сама-то глазками по сторонам смотрю. И меня побаивались, потому что знали, что со мной лучше не связываться. Ну вообще с женами лучше не конец, спрашивай все время, твоя дома? Нет, просто случилось так, что один попытался, подошел, предложил ему выпить. Вроде как холодно согреться. Я говорю, а почему ты только ему предлагаешь? Я говорю, ты меня тоже знали? Я говорю, я тоже замерзла. Тут у меня просто слышу звон железа, муж бросает все, что было в руках, поднимается. Говорит, я не понял. Я говорю, что ты не понял? А почему он против-то был, чтобы его пригубили? И тут прозвучала фраза, он говорит, я никогда больше не прикоснусь к этому, но и ты пить не будешь. Я говорю, тебе не дам даже начинать. Все, это было именно то, что мне было нужно. То есть мы это победили. Я не дала человеку уйти по наклонной плоскости. Слушай, молодец девочка, не опустила руки. Пинка не дала под зад, начала вытаскивать. Сильно. Что за трагедия случилась, когда сын был 7 лет? Нет, получилось так, что он приехал с рейса, это как раз было за несколько недель до 1 сентября, с подарками, там привез ребенку, мне, в общем, сувениры, родителям. И заходил в подъезд и оступился, потому что лампочку кто-то разбил, он упал. Ну и в результате он умер. Веском, да? А? А не было насильственной смерти? Нет, 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 это проверялось все, да, экспертиза была. Ну то есть вот такая рукавая случайность. Скажите, пожалуйста, а как получилось, что вы лежали в больнице с плохим диагнозом? Ну это все было, опять же таки, как бы на нервной почве стала развиваться болезнь, которая меня вот, скажем так, в это состояние и погрузила. Какая такая болезнь? Ну это практически, как у Жанны Фриске, только более мягкий вариант. То есть у вас рак мозга? Нет, не рак, нет, 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 нет. Была опухоль мозга небольшая, на мозге. Вот. А сейчас? Все в порядке. Это было... Просасалось что ли? Нет, почему? Была операция, которая прошла успешно. Трепанация была или... Да, да. Но после этого я выучилась на юриста, после этого я выучилась на права и успешно вожу автомобиль уже четвертый год. Слава богу. Под звездой под счастливой ходите. Скажите мне, пожалуйста, вот Александр, вы послушали его историю, пугает вас? Нет, меня это абсолютно не пугает. Более того, я считаю, что является большим плюсом, что человек об этом говорит, что он это не скрывает. Дедушка моя, когда я замуж за бывшего выходила, это я-то с таким стажем, да еще ни одну книгу про избиение написала. Думаю, да это все девки... Я не боюсь. Сидел и бью. Я не боюсь. Роза, я с вами согласна. И меня была из... Я была из-за вся страна, мои выбитые зубы смотрела. Не боюсь. Вот милая моя, вот это вот не дай бог, как говорится, не дай бог. Ну это твоя жизнь, а вот ребеночка, большой у тебя... Я считаю, что 20 лет. Посмотрите, какая сильная женщина. Так она еще дальше продолжила разливаться, не то чтобы остановилась на каком-то там том этапе, который у нее уже был. У вас есть три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна, либо традиция. Семейная тайна. У меня есть еще младший брат, у нас разница 7 лет. До момента, пока я оказалась на больничной койке, вот именно в Бурденко, да, мы не знали об этом. И вот там вскрылся очень такой щекотливый момент, что у нас разные отцы. А почему вы в больнице-то об этом узнали? А потому что нужно было сдавать кровь для переливания, и кровь моего отца мне не подошла. И у брата возникли вопросы, а почему? А поскольку он косвенно связан с медициной, он начал интересоваться. Представляете, родственники какие молодцы. И маме пришлось сказать, что вот так вот, да, что никто вас не слил. Да, такая семейная тайна. А сюрприз приготовили вы, да? Да. Я все понимаю, что идет диалог с ведущими, но знакомишься с мужчиной, хотя бы один-два взгляды поймать бы хотелось. Ну, сильно нервничает человек, поэтому просто вот, наверное, вот эта нервозность забалтывает немножко, и как-то вот растеленность немножко есть какая-то. Я слышала, что вы любите путешествовать. Да. Поскольку я не могу предложить вам отправиться в путешествие вот прямо сейчас, я хочу вас пригласить в кафе, в парижское кафе, выпить чашечку кофе, ну, или бокал воды, и приготовил десерт. Десерт необычный. В чем необычность? А вот попробуйте, и мне скажете. Ну, перед этим я завяжу вам глаза. Замечательно. Достать бутылку. Так. Ничего, не бойтесь. Не, постараюсь. Не туго? Нормально. Так. И? Идите сюда. Прикольно. А если я боюсь темноты? Я же рядом. Мам, я вас приеду. Поднимите мне веки. Ха-ха-ха-ха. Что, будешь сюрприз, так сюрприз. А он что, должен отгадать, из чего сделано, что ли? Да, он должен угадать, что внутри. Какие продукты? А, ну, что там? Ну, кормить, мать, ты не умеешь. Почему не умеешь? Она прямо, если бы не успел рот открыть, бы точно размазала бы все по лицу. Да ну прямо, ну не цепляйся. Я еще делаю клубники. Все правильно. И что? В состав этого торта входит клубника. Торт приготовлен по французскому рецепту. Этому рецепту более 300 лет. Когда-то этот торт готовили для Людовика XIV, сейчас приготовила я его для вас. Довольно вкусно. Очень. Своими руками. Ну а ты? Где-то на глиняных каких-то скрижалях этот рецепт был зашли суньей иначе. На попиху все. Валентина и Наташа, что вы скажете? Чувствуется, что сильная. Есть у нее стержень. Вот. А нам это и нужно. А вы что скажете? Да, мне тоже понравилась. Она, мне кажется, достаточно умная. Мне кажется, будет его поддерживать и не будет на него... Не фальшивая. Да, искренняя, что... Многое пережила. Да? Да. Александр? Симпатичная. Если как бы человек готов реально... Готовый. Она сказала готовый. Да. То... Вы тоже, в свою очередь, должны быть готовы. Ну ему нужна твердая рука. Ему нужна я. Ему вот я, ну понимаешь? Я, конечно, понимаю, я согласна, что по всем параметрам нужна ты. Но все-таки у меня минус. Замечательная разница в возрасте 7 лет. Поэтому прямо вот... Я бы... Тем более самоход счастлив. Скажу, что Рената близнец. И человек, она в первую очередь, конечно, подходящий вам по многим параметрам. У нее есть вот это невероятное качество упорства. Не для многих близнецов это, да, свойственно. Но, тем не менее, она действительно вот может быть и строгим отцом, и игривым ребенком, и мудрой женой. Знакомьтесь со следующей невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Анжела. Александр. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Тебе. Спасибо. Анжела. 42 года. Косметолог-эстетист. Досогий любит смотреть старые фильмы. Мечтает открыть свою клинику и оказаться на необитаемом острове с любимым мужчиной. Застав мужа на месте преступления с любовницей, Анжела была готова простить ему измену. Но находчивый супруг предложил ей свой вариант решения сложившейся ситуации. Надеется, что для Александры семья это святое. Анжела, умоляю, дайте слово, что если я похудею, вы мне дадите платье поносить. Очень красиво. Или махнемся на что-нибудь. Ну просто какой-то фантастической красоты. Спасибо. Вы вообще такие куклы все втроем, такие нарядные. Спасибо. Вы прямо приятно, что готовились. Спасибо. Готовились. Спасибо. У меня есть для вас подарки. Боже, а фигура какая? Смотри. Ну она самая взрослая, скажем так, получается, из невест. Ну, если честно, глядя на эту невесту, я бы сказала, что первая ему подходит больше. Анжела, сколько лет вы прожили с мужем, прежде чем его вот так застукать с любовницей? Мы прожили 12 лет, он меня очень любил, носил на руках, ничего не предвещало. Но вы его увели из семьи, да? Получилось совсем не так. Он был женат официально, но как мне преподнес, что он свободен. Я ехала по автотрассе, покорябала свою машину, и нужно было все документы сделать для того, чтобы оформить каско. Я пришла в ГАИ, зашла в кабинет и увидела там Сергея Безрукова. Я, боже мой, думаю, вот, вот этот вот Безруков, наверное, это он. И влюбилась с первого взгляда. Была любовь сумасшедшая, вот он влюбился, я влюбилась. Потеряли голову. Стали жить достаточно быстро вместе. Быстро вышла замуж. Так он развелся сначала? Развелся. Я спросила, а что у тебя происходит в семье? И он говорит, ну, мне нужно было расписаться с ней, потому что, как это называется, замуж, она вышла по залету. Такое дурацкое слово. Ну, вот, нужно было поставить штамп. Очень емко и понятно. С ребенком он не общался. Нет. 12 лет, нет, не общался. Очень жесткий взгляд. Ты знаешь, у него брутальный взгляд, я бы сказала. Он такой, мужчина с изюминкой, понимаешь? Такой изюминку найти надо. У нас был такой какой-то сложный такой период. Вот он слетел с должности, пришлось ему уйти с работы. Там работал, бог знает кем, где начал выпивать. Это была катастрофа. Мне пришлось работать на 25 работах. Я как белка в колесе крутилась. Мне говорили, Анжела, уходи. Я говорю, нет, я не могу, потому что ситуация такая была очень серьезная. Я его не хочу предать. Я его не предала. И спустя 12 лет он не приходит ночевать дома. Как правило, такого ничего не было. Я волнуюсь, звоню, а что случилось? На телефон не отвечает, смски не читает. Потом какое-то, смотрю, приходит сообщение, я пью. Думаю, вот как. Обычно все корпоративы какие-то мы все время проводим вместе. Как-то странно. Ночь, я думаю, пьет. Недавно из больницы выписался. Надо человеку как-то все-таки узнать вообще, что с ним, где он. С дочерью переживали, не понимали даже, что делать. А дочь от... Ну, дочь от второго брака. Ну, то есть вы уже с дочерью выходили. Да, я с дочерью выходила замуж. Дочерью было 8 лет на тот момент. Поехала с утра на работу и еду мимо родителей, его родителей. Квартира стоит, машина. Думаю, как интересно, жив ли человек. Захожу в подъезд, ну, надо позвонить в квартиру. До звонка тянусь. Слышу такой там женский хохот. Ха-ха-ха. Думаю, вот вам и здравствуйте. У меня, думаю, вот это... Ну, видимо, жив, наверное. Теперь буду стоять, как Штирлиц до последнего. Вообще хочу увидеть своими глазами, что там такая за молодая девушка или... Что там это такое? Я даже не могу себе представить, что вы переживали на тот момент. Сердце, наверное, было в горле, в ушах, давление, голова разрывалась. Это стучало на мозг. Бедная девочка. Это было непередаваемо. Это невозможно, действительно, да. И кто же там был-то? Через какой-то момент открылась дверь. И вышла оттуда чудеса. Я ожидала одного пожилая мадам. Я сначала не могла понять. Я говорю, это твоя спутница? Это, казалось, та жена, от которой 12 лет назад родила ему ребенка. И вот благополучно с ней развелся. Бедная девочка. И тут он от нее к вам пришел. Да. И как вы считаете, все эти годы у них вот такая вот продолжалась канитель? Или вдруг случайно ее встретил, ретевое взыграло, вспомнили молодость? Нет. Я думаю, что нет, конечно, потому что я такой человек интуитивный. Я почувствовала бы. Я ему говорю, дорогой, давай объяснимся. Если это разовый такой эпизод, поход налево, ну помойся хозяйственным мылом. Я не знаю, пять раз. Да, пять раз дай анализы на ЗПП. Ну где-то буду тебя там поджуживать. Но постараюсь это дело забыть. Все мы взрослые люди, у нас быт. У нас дочь, в конце концов, 12 лет, он ее вырастил. У нас все обустроено. Он думал, думал. Он говорит, нет, это не разовый поход к ней. Боже. Зачем-то признался непонятно. И после этого говорит, ты меня устраиваешь как жена. Ты меня устраиваешь во всем. Ну, говорит, я с тобой буду жить. То есть одолжение. Ну, к ней ходить по пятницам. А почему по пятницам? Жена по пятницам. Мы удивляемся сами. Почему по пятницам? Любимый день недели, наверное. Может быть, он ее встретил по пятницам. Ну, тут у меня не хватило православных слов. Я, конечно, шумела, кричала. Говорю, все. Вон, больше вон. Турачок какой. Вообще, иногда бывают такие мужики. Вот ты пришел прям. Никогда в жизни не подумаешь, что мой Вася. Мой Вася нет такой. Нет. Ну, я не знаю, как ты. Я это чувствую сразу. Вы москвичка, Анжелочка? Я родилась в городе Королеве. Ну, это москвичка. У вас есть квартира. Да, у меня есть квартира. Давайте посмотрим. Мое доброе утро начинается с чашки бодрящего кофе и просмотра последних новостей. Потом я собираюсь на свою любимую работу и выбираю платье. Это ваша квартира, да? А это клуб красоты и здоровья, в котором я работаю. Косметология – это мое призвание. Мне доставляет огромное удовольствие делать людей красивыми. Это моя постоянная клиентка Виктория. Она у вас такая молодая и красивая. И чтобы оставаться такой вечным, мы сделаем сеанс без страхи. Спорт является медленной частью моей жизни. Три раза в неделю я посещаю спортивный зал. Ух ты! Вот так же у нас там и собираемся с подругами и проводим замечательные вечера. Так, девушки дружат для похудения. Все взяли по драму. Быстренько. Это у вас в гостях? Да. Это у вас в вашей квартире. Дружат для похудения. Дружат для похудения. Ура! Подружки. Может быть и закружат, кстати. Вы-то... Дружат для похудения. Может и вытащат. Лучше. Ну, это не обсуждается. Вот вы мой любимый тип женщины. Честно. Вот вы такая женщина-женщина. Вся от ноготочка до волосинки. Ухоженная. Все у вас совершенно. Я прямо вот обожаю. Обонятно. Мальчинки и все такое. Вот если бы я была Александром, я бы пошла за вас. Я бы взяла вас в жены. У вас осталось два бонуса. Свидание на дине и скелет в шкафу. Свидание. И я бы пошла на свидание. Забирайте цветочки и проходите. То есть ты готова так вот скрепить свою жизнь с бывшим алкоголиком? Алкоголики бывают разные. Что значит с бывшим алкоголиком? Не надо себя так... Ну, потому что человек приходит к мнению, что все-таки нужно бросать с этим делом как бы. Не, ну ты же пришел к этому мнению. Ты же это осознал и заявил это достаточно громко. Поэтому, когда человек это не говорит, а тихо пьет, да что там ерунда. Я там выпил, да что такого. Все пьют, как обычно говорят мужчины. Здесь я считаю, что... Можно попробовать. Все решаемо. Почему бы нет. Где невесту оставили? Она пошла готовиться к сюрпризу. Хорошо. Вообще он не эмоциональный какой-то. Прям вот, знаешь... Он нормальный. Он просто держит все эмоции внутри себя до тех пор, пока, понимаешь... А потом выпить рюмочку и расслабиться. Он не раскрывает сейчас все до тех пор, пока не будет полностью уверен. Понимаешь, он, ну как бы, в своем выборе. Александр, я прошу вас на сцену. Это уже, да, уже. Да, это уже, да. Уже началось? Да. Получаю удовольствие. Не бойся. Нужно будет немножечко спуститься вниз. Сразу по рукам. Нет, еще чуть пониже. И положить голову, и получите абсолютно релакс. Я приготовила вам уход по лицу. Это очень приятная процедура. Называется очищение и кислородонасыщение. Мы очищаем лицо, умываемся. А это ты его сейчас чем намажешь? А сейчас я его намажу волшебной маской. Но придется заклеить глазки и губы. Так что придется помолчать какое-то время. Кстати, хороший способ отучить его пить. Заклеить ему рот этой маской. Сразу маску наложили, все, прекрасно. Прямо раз. И, конечно, когда качественно другая будет жизнь, человек редко возвращается в ад. А ты что, куда пошла, мать-то? Я пошла спасать человека. Давай. Ох ты, как они из мужика отбьются. А что сейчас это? А спасать-то что его? Что он не умирает у нас? А вы к нам задом встали. Да, мы там ничего не видим. Что там происходит-то? Ничего, я хочу поставить рядом, держать его морально, чтобы у меня было так страшно. Вам страшно? А он все равно не понимает, кто держит-то его. Анжелочка, а вы как вообще к этой ситуации относитесь? Отвратительно. Ну так реагируйте как-то. Ну придется... Надо в свою комнату, чтобы не уходить и достаться. Можете хотя бы. Он не может. Не может. Ладно, я вас оставлю. Массаж, пожалуйста. Это первое испытание. Остальное. На наш сюрприз выйдут обе. А что, отжимать думаешь будет? Ну, а чушь. Да ладно. Ну, спите. Можно вставать? Все, идемте к нам. Спасибо, девочки. Забирайте свою подругу. Спасибо. И проходите в свою комнату. Спасибо. Спасибо, Анжелы. Вы очаровательная, да. Я-то показала, как бы, что... Я тоже, говорю, мастер маникюра. Я могла ему маникюр сделать. Мне я же преподнесла совсем другое. Что я умею готовить, что как бы я хочу это делать, что мне это нравится, понимаешь? А маникюр с педикюром я ему и так сделаю. Один на один. Понравилась вам Анжела, девочки? Очень милая. Скромная. Про скромность это вы сейчас девочке увидели. Ну, потому что, когда вышла вот вторая девушка, она себя очень скромная была. А она должна как была повести себя? Ну, по сравнению, во всяком случае, с первой невестой она была скромной. Как вам, Александр? Эффектная. Все. Рукастая. При ней. Хозяйка хорошая. Все при ней. И фигуры, и лицо, и даже то, что у нее характер такой жестковатый, она все держит под контролем в своих руках. Будет строжить, а вам нужна такая женщина, которой вы бы немножечко, не то чтобы побаивались, но чтобы вы из мужиков вам сказали, не, моя уже там на стол накрыла, не, к моей иду, ну ее, не, 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 а то моя сейчас придет, ой, ну ее, не, 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 не. Понимаете? Хорошо. Решать тебе, дорогая, все. Как вот первое чувство, первые свои ощущения. Вот не сознание когда-то включило. Не то, чтобы мы тебе наговорили, мы, и ведущая. Да, и не когда-то начали. А вот первые твои ощущения. У меня уже было ощущение, что без руков передо мной сидит. Закончилось это? Вначале. Анжела Телец, так же, как и вы, я думаю, вы друг другу понятны. Еще есть одна невеста, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Привет. Татьяна. Александра. Очень приятно. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 37 лет. Врач-педиатр, заведующая отделением педиатрии в роддоме. Ходит на концерты рок-музыки и классики, посещает театр и обожает собак. Любит прогулки на природе с детьми, мечтает о своем жилье и большом автомобиле. В первый раз Татьяна вышла замуж на аспор, а второго мужа увела из семьи. Надеется, что с Александром ей повезет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне уже нравитесь. Мне нравится, как вы выглядите. Мне нравится, что вы слушаете рок. И у вас тяжеленное высшее образование. Вы врач-педиатр в роддоме. Все, уже на этом можно заканчивать. И вот как вы такая умница, продвинутая и решились выйти замуж на аспор? Молодая была. Сколько вам было лет? 21. То есть еще учились? Я только поступила на первый курс пединститута. У меня моим образованием... Пединститут или... Еще и пединститута сначала. Ну, она такая, знаешь, вот... Не стандарт. Есть в ней что-то такое, что вот отталкивает. Я не знаю, что... Скажите, пожалуйста, сколько вы прожили с мужем? Очень мало. Ребенку было 4 месяца, когда он перестал домой ночевать, приходить. Ну, поскольку... Кто-то появился им? Там, как потом выяснилось, и было. Постоянно. Ну, раз не пришел, два не пришел. Ну, на третий раз позвонил, сказал, я у друзей. Я говорю, ну, у друзей оставайся. А второй муж? Второй муж, это моя боль. Ну... Подруга познакомила? Да, там познакомила подруга, и мы вроде повстречались, а потом было сказано, что я так больше не могу. Там был маленький ребенок в семье, я сказала, я... Окей, иди. И потом он стал меня преследовать в плане у работы, у дома, я не могу без тебя жить. А из семьи ты ушел или пообещал идти? Да, ушел, ушел, ушел. Он принес свидетельство о расторжении брака через месяц. А это поступок? А что, послушайте, любовь оправдывает много. Я согласна. Дети появились в этом браке? Ну, как бы, не было. Не было детей очень долго, у меня не было детей лет шесть после первого ребенка. Мы не ждали уже детей, вообще не ждали, хотя очень хотелось, чтобы в наших отношениях тоже появился ребенок. Пасха, 2008 год. Все сделали, собрали, побежали в церковь, к семье уже к закрытию. Прибегаем в церковь, встаем в самом конце, встаем, ждем батюшку. Напротив стоит женщина. У нее свои были там яички крашенные, вот она... смотрит на нас, говорит, какие вы хорошенькие, вам девочки не хватает. А девушка эта, если знаете, тоже корзину носит, и туда все кладут что-то там, деньги, либо яйца. Она берет из своей корзинки яичко, на нем оплетка девочье лицо с щечками, такая матрешечка. Она кладет это яичко в корзину батюшки. Батюшка после того, как окатил меня этой святой водой, протягивает руку, не глядя в эту корзину, достает это яичко, протягивает мне и говорит, всегда так улыбайся. Мы вышли за ворот, и я говорю, пойдем тест покупать. Ой, все, святая, святая, куды бечь. У нас с батюшками не такие отношения. У нас ни с батюшками, ни с яйцами не сложилось, не знаю, чем нам брать. Когда ребенку исполнилось 5 месяцев, он встал и ушел. Не объяснила ничего? Нет. Но тут появился первый муж. Да, у меня сын ломает руку, я вешаюсь ребенку младшему 8 на груди, сын со сломанной рукой в больнице, я не удержалась, написала смс-ку бывшему мужу, я говорю, мне очень тяжело, помоги. Он появился, стал приходить, стал помогать, месяц мы повстречались, сели вот так друг против друга, говорит, да, попробуем. Но это мелкая, она все равно и папа. Папа, папа. Алешка счастлив, глаз горит просто. Папа вернулся. Ну, немножечко поигрались, диванное животное дома у меня опять появилось, поэтому опять я очень плавно и очень деликатно, очень интеллигентно выпроводила. А потом обнаружила, что беременна. И что, третьего ребенка? Обалдеть. Ты посмотри, как он смотрит на нее, его не зажгло, понимаешь? Нет, он смотрит на всех так, Ренат, он смотрит на всех так одинаково, он как-то вот всех оценит. Но она, посмотри, какая она сильная женщина. Как так получилось, что ваши мужья умерли один за другим? Я не понимаю. В этом году, 4 января, умер мой официальный муж. Уснул и не проснулся. А потом трагически погиб мой второй муж через 30 дней. То есть вам никто не помогает, потому что не могут? Или вам государство за них выплачивает? Еще никто не платит. У меня зарплата на 10 тысяч больше, чем указано надо, и соцзащиты никакие нет. Вот сейчас только... То есть вы знаете, сколько старшему и младшему? 14 старшему, младшему 5 лет. А посередине девочка? Девочка 8 лет. И вы одна работаете? У меня настолько самостоятельные дети, что, приходя домой, я говорю, мама устала, мама пришла с работы, 15 минут интимного пространства, будьте добры. Они рассасываются с поля зрения. А, более того, я еще в этом году собаку завела. Я вообще очень люблю животных. Ну что вам сказать, я вас обожаю. У вас остался один бонус, но страшное дело. Скелет в шкафу, хотите узнать? Какой там ребенок? Есть вариант? Ну, есть вариант отказаться. Я, конечно, загляну, но... Что это такое? Хойся. Есть очень хорошая поговорка, по-моему, она шотландская. И звучит она следующим образом. Бойтесь людей, которые не любят кошек. В моем доме трижды пыталась прижиться кошка, но эта история страшная. Это я завела кота, я отработала смену, я устала, я доехала до дома на метро, туда и обратно. Я приезжаю домой, дома дети. Все разбросано. И мне дочь говорит, мама, кот опять написал мне на подушку. Это было лето, открыт балкон и открыта створка застекленного балкона. Он сидел на комоде по прямой линии на балкон. И он ушел летать. Честно сразу признаюсь, меня это не оправдывает, но рыдала я час потом. Я выглянула, он, конечно, сразу свистал, потому что этаж третий. Но вы понимали, что он выживет. Кань, там такая булка. А сюрприз приготовили вы, да? Кошмар. Вытянуть. Ну я вот этого не понимаю. Как можно животное выбросить в окна? Это уже граничит с жестокостью. А это, между прочим, жестокое обращение с животными. Это статья. Александр Владимирович, решите пригласить вас на маленький техосмотр? Расскажите мне, Александр, как вы спите? У вас какое давление? У вас ничто не беспокоит? У меня бессонница. Бессонница? Да. В связи с чем? Сколько давления? 180 на 100. Опа. Ну, Александр волнуется, я боюсь. Сильно. Я думаю, что это нереально. Конечно, нереально. Он врет немножко. Стоя лицом к залу, закрываем глаза. Руки вперед, перед собой. Называется поза Ромберга. Указательным пальцем касаемся носа. Великолепно. Вторая рука. Прекрасно. Присаживайтесь. Александр Владимирович, я вам выдаю официальное заключение в том, что противопоказаний к женитьбе у вас нет. Спасибо большое, дорогая моя. Благодарю. Ты не все проверяла, милая. Что вы увидели, Наташа? Она очень сильная, но я не хочу обидеть ее. Она мне очень нравится, она очень красивая. Но я просто думаю, что это не его типаж. Зная его вкусы. А вам понравились какие? Внешне, мне кажется, больше первый, второй вариант. Мне кажется, не смотрели на других, как на тебя. Прямо вот каждое движение, каждое слово. Прямо вот такая очень заинтересованность такая большая была. Я советую Александру первую. Ринату. Ринату. Вы? Я тоже первую. Да. И я советую Ринату. Она понятная, нежная, боролась за вас. Его даже выскочило, когда вас Анжелочка там масочки вам накладывала. Вот, да, Рината? Я считаю, что мужчина не должен быть проблемой для женщины. Он должен быть решением ее проблем. Вот в данном случае я тоже за Ринату, потому что как бы она видит, что вы как раз для нее не проблемной. Больше того, и даже будет интересно, понимаете, провести с вами очередной эксперимент жизненный, к которому она всегда готова. Но у вас есть своя голова, сердце, и оно вас приведет по правильному адресу. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Ура! Ну, я же сказала, ты, ты, ты. Я предлагаю всем выйти и поддержать Александра. Привет. Привет. Я знала, знала, я была уверена. У нас есть пара Авинака и Александр. Вам подарок конфеты золотой степ от кондитерской фабрики Славянка. Вкус, который заряжает энергией и бодростью. Славянка, родное, любимое, вкусное. Если вы одинокий или вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на стаик первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Очень за вас рада.